Добрый день. Новости на телеканале Югра в студии Илья Райшев. В Березово восстанавливают тепло в домах. Батареи остыли накануне вечером в нескольких домах по улицам Первомайская, Ленина и Лютова. В данный момент работники управляющей компании и теплосети Березово устраняют технологический отказ системы теплоснабжения, сообщается на сайте администрации муниципалитета. Причина неисправности устанавливается. По предварительным данным, отказ системы теплоснабжения произошел из-за возникновения воздушной пробки. Сейчас в поселке действует режим повышенной готовности. Из Хантамансийска выехала группа специалистов для помощи в устранении проблемы. Жители Березово просят не сливать самостоятельно воду из системы отопления. По возникающим вопросам, граждане могут обращаться в диспетчерскую службу теплосети Березово в ЖУ, а также в ЕДДС. Северные морозы – суровое испытание для югорских автолюбителей. Один из них чуть не замерз по дороге из Хулимсунта в Тюмень. На помощь подоспели госавтоинспекторы Югорска. Они заметили автомобиль югорчанина, стоявший на обочине на 385-м километре дороги Югра. Во время беседы с водителем выяснилось, что из-за сильных морозов топливная система машины замерзла. Самостоятельно починить неисправность у мужчины не получилось. Другие автолюбители помочь также не смогли. Госавтоинспекторы остановили проезжающий мимо транспорт, который отбуксировал авто на ближайшее СТО в Югорск. 48 иорданий подготовят в Югре крещенским купаниям. Места для праздничного омовения выбраны с учетом пожеланий священнослужителей и требований специалистов по безопасности на водоемах. Перед началом подготовки инспекторы ГИМС измеряют толщину льда и дают рекомендации о количестве людей, которые могут одновременно находиться у купели. Так, например, замеры в окружной столице уже прошли. Лед на Иртыше может выдержать одновременно до 240 человек. Отмечу, что иордани оборудуют специальными подходами, настилами, безопасными спусками, а также местами для обогрева и переодевания. В праздник крещения здесь будут дежурить спасатели, полиция и сотрудники ГИБДД. Сегодня 100 лет исполняется самому крупному муниципалитету Югры. Красивую дату отмечает Сургутский район. Он был образован 11 января 1924 года. По становлению в ЦИК в стране упразднили губернии, уезды и волости. Территорию Сургутского уезда поделили на два района – Александровский и Сургутский. На территории последнего расположились 114 населенных пунктов, в том числе деревни Заимки. Деревни Заимки и Юрты. Сегодня общая площадь муниципалитета составляет больше 100 тысяч квадратных километров. Это почти как Куба или Болгария. На территории 13 поселений. Здесь проживают почти 130 тысяч человек. Треть из них – коренные малочисленные народы Севера, которые ведут традиционный образ жизни и при этом осваивают новые технологии. Муниципалитет стал первым, где появились IT-стойбище и стойбищный детский сад. Кроме того, представители Ханты активно развивают туризм. Одно из этно-стойбищ получило наивысшую оценку российского турпортала. В Сургутском районе добывается каждая седьмая тонна нефти в стране. Муниципалитет – один из лидеров по вводу жилья. Район одним из первых в Югре освоил консессионные соглашения. По этому принципу появились, к примеру, школы в Солнечном и Нижнецартынском. А муниципально-частное партнерство за последние пять лет позволило возвести 42 объекта. Что югорчане обсуждают в интернете, смотрите в нашей рубрике «Югра онлайн». В Сургутский район за новогодние каникулы посетили около 10 тысяч гостей. Это только официальные данные, поступившие от туроператоров и турагентств. Туристов нет, погнул даже мороз за минус 30. Чаще всего гости приезжают в район, чтобы окунуться в культуру северных народов. Посещают этно-стойбище, катаются на собачьих упряжках, знакомятся с музеями муниципалитета. Всего же на территории района реализуют 11 видов туризма. По сравнению с прошлым годом, поток туристов увеличился на полтысячи человек. Участники СВО могут восстановить здоровье в Нефтьюганском реабилитационном центре. Учреждение расположено на базе городского центра социального обслуживания населения и работает под эгидой Фонда защитники Отечества. Бойцам доступна тренировочная квартира, передовое оборудование и квалифицированные специалисты. Реабилитация предполагает обучение людей с ОВЗ бытовым навыкам, приготовлению пищи, использованию компьютера, самостоятельным ванным процедурам. Специалист по работе с семьей определит нуждаемость гражданина в конкретном виде реабилитации. Собирается реабилитационный совет, куда входят психолог, специалист по комплексной реабилитации, медицинский работник и специалист по адаптивной физкультуре. Семьи участников СВО смогут получить в центре необходимую психологическую поддержку. Новый аппарат УЗИ поможет в диагностике патологий. В Нижневартовском окружном перинатальном центре появилось новое оборудование – австрийская система ультразвуковой диагностики экспертного класса. Аппарат нового поколения разработан специально для решения сложных клинических задач, когда необходим сверхточный диагноз. Основная область применения – акушерство и гинекология. Аппарат дает объемное изображение плода в максимальном разрешении и реальном времени. Ультразвуковая система позволяет визуализировать мельчайшие детали. Доступ к расширенным возможностям и использование искусственного интеллекта в новом аппарате будут способствовать оказанию качественной медицинской помощи. К пациентам перинатального центра Юграньюс приводит слова работников центра. В Нягоне педагоги – самые активные доноры крови. В базе трансфузиологов 859 работников сферы образования города. Если все они сдадут кровь по два раза, то закроют годовую потребность больницы в компонентах крови. А она составляет одну тонну в год. В прошлом году педагоги совершили 453 донации. В результате медики заготовили 217 литров компонентов крови и помогли спасти жизнь 480 пациентам. Главврач Нягонской окружной больницы лично поблагодарил участников акции и вручил благодарственное письмо руководству комитета образования и науки. Считаю, что лучше делать добрые дела. И пусть в мире будет побольше людей, которые умеют сострадать и сочувствовать таким. У меня четвертая отрицательная редкая группа крови. Год я сдаю где-то три-два раза. Иногда было четыре раза как-то в год. Ну, в общем, приглашают и не отказываю, прихожу. Праздничные выходные активные югорчане отметили также донациями. Кровь сдал 321 человек. В результате получилось 108 литров крови и 356 доз тромбоцитов. Это позволило окружной станции переливания крови обеспечить больницы округа ценными компонентами крови в новогодние каникулы. Как уточнили в окружном Депздраве, за длительные выходные окружная станция переливания крови выдала 119 литров эритроцитов и почти 83 литра свежезамороженной плазмы и 848 доз тромбоцитов для пациентов Сургута, Нижневартовска и Нефтьюганска. Отделение скорой помощи Коголыма получило портативные аппараты искусственной вентиляции легких. Оборудование закупили за счет средств нормированного страхового запаса Территориального фонда обязательного медицинского страхования. Такие аппараты по мощности не уступают стационарным, которые применяются в операционных. Мобильные установки используют для реанимации непосредственно на месте происшествия, несчастного случая или длительного применения в затянувшейся экстренной ситуации. Например, в случае пожара служат для контролируемой искусственной вентиляции легких. С помощью этих современных аппаратов можно оперативно оказывать дыхательную поддержку даже детям с критически низкой массой тела. В зависимости от возраста пациента, его телосложения и заболевания, врач может контролировать давление и объем потока. Благодаря этим параметрам аппарат обеспечивает равномерную, адекватную для пациента искусственную вентиляцию легких. Медики уже прошли соответствующий инструктаж. Это два портативных аппарата на искусственной вентиляции легкой, который, знаете, он очень, в принципе, будет помогать довольно, да, там, в принципе, не только нам и населению нашего города, там, в принципе, для длительных перевозок, для медицинской эвакуации, тяжелых пациентов, те, которые нуждаются для протезирования, там, дыхательных путей, могут работать даже без подзарядки до пяти часов, до пяти часов. А если там вкрычит в бортовой системе машинно-скорой медицинской помощи, то это может, там, ну, сколько нам надо. Югорский биатлонец Никита Поржнев готовится к первому старту после перерыва. Сегодня в Чайковском старту чемпионат России. Программу соревнований откроет суперспринт. Но из-за морозов гонки сдвинули по времени. У мужчин готовится выйти на старт семь югорчан. В их числе и лидер команды Никита Поржнев. После неудачного выступления на домашнем этапе Кубка страны Никита взял паузу, восстановил здоровье и в январе прошел сбор со сборной округа. Сегодня в квалификации он выйдет под одиннадцатым номером. Мотивация всех победить. Настрой боевой. Я тренировался, готовился к соревнованиям. В общем-то, да, немного дал себе слабину. Ну, хочу поблагодарить всех за поддержку. За то, что даже после самой своей сильной победы я, наверное, не испытывал столько добрых слов в поддержку себя, чтобы я одумался, так сказать, и вернулся. Да, я поспешил с этими выводами. И говорю, опять же, извиняюсь перед всеми, кого заставил понервничать. Полное интервью с Никитой Поржневым вы можете посмотреть в группе телеканала Югра во Вконтакте. Если говорить о женском суперспринте, то там к выступлению готовится 12 югорчанок. Первой на дистанцию выйдет Екатерина Носкова. Напомню, что в квалификации спортсмены стартуют друг за другом с интервалом в 15 секунд. Она проходит по правилам классического спринта, но дистанция и штрафные круги короче. По итогам квалификации 30 сильнейших биатлонистов выйдут в финальную часть. Она пройдет по правилам масс-старта. Мини-футбольный клуб «Газпром Югра» вышел в финал четырех Кубка России. В четверть финале югорчане дважды обыграли Нижегородская торпеда 5-3 и 7-4 соответственно. Если говорить о втором матче, то он прошел в Нижнем Новгороде. Газовики уже на первой минуте вышли вперед, но хозяева паркета смогли быстро отыграться. Югорчанин Андрей Панкратов срезал мяч в свои ворота и на дабло вновь загорелась ничья. Позже Панкратов исправил свою ошибку и дважды поразил ворота соперника. Вообще, первый тайм выдался богато на голы и на перерыв команды ушли при счете 4-2. Во втором игровом отрезке обе дружины продолжили забивать, но результативнее были газовики. Итог противостояния 7-4, а Андрей Панкратов оформил хэт-трик. Финал четырех Кубка России пройдет с 23 по 25 февраля. Место проведения пока неизвестно. Все матчи можно будет увидеть в прямом эфире на площадке онлайн-кинотеатра «Кинопоиск». Хантамасийск может возглавить список лучших городов России. Народное голосование проходит на сайте городроссии.рф. В конкурсе принимают участие административные центры всех регионов страны. Проголосовать за любой из них можно ежедневно. Голосование проводится уже более 10 лет. В 2015 году Хантамасийск стал пятым, а в прошлом году лишь 37-м. Данные текущего голосования обновляются в режиме реального времени. Сейчас Хантамасийск 14-й в списке лучших. Столица Югры обогнала Самару, Нижний Новгород, Омск, Хабаровск. Выше Хантамасийска расположился Абакан, Тамбов, Тюмень. В первой тройке Владивосток, Нальчик и Саранск. Однако положение еще может измениться. Голосование продлится до конца года. Итоги подведут 31 декабря. У меня на этом все. О развитии событий в следующих выпусках далее на телеканале Югра Погода.